Пустыня Атакама в северном Чили Это Иссокаст, передавая наука и жизнь за кулисами Южноевропейской обсерватории. Исследуя дальние рубежи Вселенной с нашим ведущим, доктором Джей А.К. Доктором Джулиске. Привет и добро пожаловать в Иссокаст. В сегодняшнем эпизоде мы совершим путешествие на площадку АЛМА от Акамского большого миллиметрового субмиллиметрового массива. Этот удивительный телескоп строится прямо сейчас в Чилийских Андах на высоте 5000 метров над уровнем моря. Достаточно высоко, чтобы захватывало дух. Сначала АЛМА будет включать 66 высокоточных антенн, число которых в дальнейшем может увеличиться. Это будет массив из 50 12-метровых антенн, действующих вместе, как один гигантский телескоп. А также еще один компактный массив из 7- и 12-метровых антенн. Первая 12-метровая антенна построена корпорацией Mitsubishi Electric для Национальной астрономической обсерватории Японии, одного из партнеров проекта. Уже очень скоро к ней присоединятся североамериканские и европейские антенны. Каждая новая антенна должна удовлетворять очень строгим требованиям. Поверхность каждой тарелки должна быть выполнена с точностью до толщины человеческого волоса, а точность ее наведения должна быть достаточной для того, чтобы найти мяч от гольфа на расстоянии 15 километров. Строительство этой антенны – большая дата. Команда обсерватории может теперь приступить к интеграции остальных компонентов, включая чувствительные приемники для собирания слабых сигналов из космоса. Антенны тестируются в службе поддержки операций на высоте 2900 метров, перед тем, как переместить их на плато Чахнатор на высоте 5000 метров. Служба поддержки операций будет также центром научной деятельности обсерватории. Этот участок для Алма был выбран потому, что здесь экстремальная сухость и высота предоставляют великолепные условия для наблюдения радиоволн в субмиллиметровом диапазоне, для чего и был сконструирован телескоп. В дополнение к этому, широкая плата в Чахнатор дает достаточно места для строительства массива антенн, которые можно перемещать на расстояние более 16 километров. Антенны Алма должны противостоять жестким условиям Чахнатор с сильными ветрами, низкими температурами и тонкой атмосферой, в которой всего лишь половина кислорода от его нормальной концентрации на уровне моря. Эта среда также затрудняет жизнь рабочим, занятым на строительстве Алма. Антенны, каждая из которых весит около 100 тонн, могут перемещаться в разные точки, чтобы изменять конфигурацию телескопа Алма. Перемещение будет выполняться двумя специально сконструированными транспортерами, каждый из которых 10 метров в ширину, 20 метров в длину, с 28 колесами. То, что называется грузовик-монстр. С помощью Алма астрономы могут изучать холодную Вселенную, молекулярный газ и крошечные пылинки, из которых образовались звезды, планетные системы, галактики и даже сама жизнь. Алма представит новый взгляд на формирование звезд и планет, а также откроет удаленные галактики из ранней Вселенной, которую мы видим такими, какими они были более 10 миллиардов лет назад. Я доктор Джей, и я завершаю ИСО-каст. Присоединяйтесь ко мне в следующий раз в приключениях на дальних рубежах Вселенной. А теперь мне действительно нужен кислород. Субтитры создавал DimaTorzok